МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На территории Национальной телерадиовещательной корпорации был установлен летэкран для просмотра выступлений кыргызстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже. Горожане пришли посмотреть соревнования и поболеть за наших спортсменов. В фан-зоне побывали и наши корреспонденты. Об эмоциях горожан расскажет Кундус Кадатаева. Национальная телерадиовещательная корпорация ведет прямую трансляцию Олимпийских игр в Париже. Так же любители спорта могут посмотреть соревнования на телеканале «Спорт». Кроме этого, на территории главного телеканала страны специально установлен LED-экран, где горожане могут посмотреть соревнования и поболеть за наших спортсменов. Эмоции зрители не сдерживали. Болели душой за каждого спортсмена. Сегодня внимание зрителей приковано к прямой трансляции Олимпийских игр. В этой связи во многих местах были организованы фан-зоны и установлены LED-экраны. Олимпийских игр. Олимпийских сервис «Бродкаст» выдает лицензию для сайтов интернет-медиа на трансляцию Олимпийских игр за дополнительную плату. Национальная же телерадиовещательная корпорация получила лицензию только на телевещание. В этой связи телеканал не транслирует соревнования на своей странице в социальных сетях. Ну вот с того Бешкельского чемпионата Азии в 2018 году тут и Демев Жадраев, и Арджел Махмудов. НТРК ведет прямую трансляцию в сотрудничестве с компанией My Mongolian Entertainment. Олимпийские игры будут проходить в Париже до 11 августа. Кундуцкая Тайваза Маткадыр Туктоев, Аллато 24. Теперь участниками программы могут стать граждане, достигшие 18-летнего возраста. Все подробности у Надежды. Усывай. Бишкек, Джалабад. На рынке Аракул это те города, в которых сейчас строится жилье для предоставления госипотеки. В целом количество квартир свыше 11 тысяч, общей площадью 700 тысяч квадратных метров, стоимостью 36 миллиардов суммов. Основное внимание государство уделяет финансированию строительства нового жилья. Привлекаются как внутренние, так и внешние источники. Сейчас действует жилищная программа «Мой дом» 2021-26. Выгодные условия и низкие процентные ставки увеличили спрос на доступное жилье, что привело к увеличению количества заявок. В связи с этим решили создать новую жилищную программу. Если в САРО-программе целевой показатель составлял 15 тысяч семей, то в новую программу в связи с ростом заявок со стороны наших граждан этот целевой показатель увеличен до 40 тысяч семей. Вместе с этим уменьшен возрастной ценз, если ранее могли подать заявку граждане, достигшие 21 возраста. На сегодняшний день это уже граждане, достигшие 18-летия. Это тоже расширяет круг наших граждан, которые могут заявить на участие в нашей программе. Также, кроме этого, если в старой программе у нас целевым показателем по строительству жилья была цифра 740 тысяч квадратных метров жилья, то в новую программу мы уже включаем более 2 миллионов квадратных метров, поскольку уже на сегодняшний день, в связи с опережающими темпами, мы сегодня по стране, это город Бишкек, это регионы, на сегодняшний день мы уже строим 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья. Для реализации новой программы ГИК планирует использовать поддержку доноров, государственные средства и собственные оборотные средства. Увеличен и целевой показатель финансирования с 30 миллиардов до 100 миллиардов сомов. Таким образом, эти выверенные целевые показатели должны нам дать возможность обеспечить тех граждан, которые на сегодня уже стоят в очереди, жильем до конца 2030 года. То есть, как раз на срок действия текущей программы, утвержденной указом президента, мой дом, она рассчитана на 2024-2030 годы. За неполные три года работы очередность на жилищное финансирование составила более 21 тысячи граждан. При этом на электронном портале ГИК сейчас в очереди находятся более 100 тысяч граждан. Еще несколько тысяч в процессе подачи электронной заявки. Люди уже видят, что эта программа реально работает, она реально удобная. Процентные ставки намного ниже, чем в коммерческих банках. В то же время можно получить без первоначального взноса. У нас даже 30 января президент подписал указ, согласно которому мы уже начали разработку нового продукта, который называется долевое строительство. И по этому продукту уже ипотеку могли получить уже все граждане, которые не имеют жилье, даже те, которые не имеют официальный заработок. Новая программа находится под личным контролем главы государства, что подчеркивает ее высокий статус и приоритет. В компании напомнили, что обеспечение жильем граждан страны является одним из важных аспектов социально-экономического развития Кыргызстана. Отечественные производители смогут расширить экспортный потенциал. На это направлен указ президента о развитии агропромышленного комплекса. Будут решены и другие задачи. Укрепление продовольственной безопасности и эффективное использование природных ресурсов. А меры поддержки и стимулирования дадут большую возможность для роста сельскохозяйственного сектора страны за короткий период. Аяна Дюшкева расскажет больше. Упрощение льготного кредитования крупнотоварного производства в агропромышленном секторе, привлечение иностранных инвестиций в сельхозпроизводство, дальнейшее развитие агрокластеров и не только. На это направлен указ президента Садыра Джапарова о дальнейшем развитии агропромышленного комплекса. В первую очередь хочу отметить, что этот указ направлен на поддержку простого народа. Наших фермеров, которые трудятся с утра до ночи в сельской местности. В конечном итоге указ направлен на повышение благосостояния населения. Мы, в свою очередь, все члены ассоциаций, все активные игроки аграрного сектора, всеми силами готовы поддержать правительство, поддержать наших фермеров. Мы считаем, что если это расти, то надо расти вместе. И не может быть так, что мы отдельно развиваемся, наши фермеры отдельно развиваются, и правительство отдельно развивается. Мы должны объединиться вокруг данного указа. Благодаря указу главы государства и предпринимаемым мерам отечественные производители смогут расширить экспортный потенциал. Буквально в 2020 году у нас было всего 6-7 комбинатов по республике. С 2021 года, как дали преференции мукомольным предприятиям, мы смогли запустить более 20 предприятий по всем регионам. И на сегодня у нас по республике работает по всем регионам 33 перерабатывающие предприятия. Мы помогаем нашим крестьянам приобретать лизин-технику, помогаем сейчас семенами, прорабатываем вопрос ввоза высокоурожайных семян и развивать именно кластер, то есть это цепочка. Цепочка производства сырья, цепочка переработки и дальнейших потребителей, и экспорта. Отечественные производители смогли за год на 100% обеспечить страну куриными яйцами. Буквально получается в 2023 году мы всего лишь 53% обеспечивали. Это показывает, что рост производства буквально за год уже до 100% дошло. И это все благодаря нашему правительству, которое своевременно начало кредитовать кастерное развитие. И многие наши мелкие производители получили это кредитование и смогли поднять свое производство. И еще хочу отметить, что здесь, в этой программе, есть пункт, где можно развиваться биологическим и органическим удобрением. Согласно указу, необходимо будет увеличить экспорт сельхозпродукций вдвое к 2030 году. Для этого, разумеется, будет принят целый ряд мер, включая упрощение получения льготных кредитов, увеличение площади органического производства и производства рыбной продукции, поддержку агропромышленных предприятий и развитие отрасли ирригации. В ночном клубе, расположенном в здании подрома Чумвунаты, обнаружены и изъяты наркотики в виде четырех единиц гашиша, сообщает ГКНБ. По предварительным данным, наркотики принадлежали посетителям увеселительного заведения. Кроме этого, установлены факты нарушения налогового законодательства со стороны владельцев ночного клуба. В настоящее время со стороны управления ГКНБ по Иссык-Кульской области проводятся профилактические мероприятия среди представителей молодежи, отдыхающих в развлекательных центрах Иссык-Кульской области. ГКНБ Кыргызстана объявил в розыск узбекского предпринимателя Салима Абдувалиева установлены факты финансирования деятельности ОПГ Камчи Кольбаева, входившего в международную преступную группировку «Братский круг» одним из крупных предпринимателей Узбекистана Салимом Абдувалиевым. Установлено, что Салимбай Абдувалиев является лидером криминальных элементов в Узбекистане, а также, имея непосредственное влияние в странах СНГ, обусловленной организацией незаконных каналов переправки наркотиков в страны Европы, установил связь и систематически оказывал материальную помощь Камчи Кольбаеву, а также поддерживал и способствовал в его становлении лидером криминального мира Кыргызстана, а также на территории стран Центральной Азии, среди других влиятельных криминальных авторитетов региона. При этом Камчебек, Асанбек и Салимбай Абдувалиев находились в близких отношениях, о чем свидетельствуют неоднократные посещения Кольбаева торжеств и иных мероприятий, организованных узбекским кримавторитетом, отмечает УГКНБ. В Кыргызстане приостановили лицензии 558 строительных компаний. Как сообщает Госстрой, с 14 декабря прошлого года утверждено новое положение о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным постановлением Кабинета министров. Согласно ему, существует три уровня лицензии, где указаны виды строительной деятельности на объекты 1, 2, 3 категории. Все лицензии 4 уровня, а их 558, приостановлены сроком на 90 дней без права на осуществление строительной деятельности. В свою очередь, лицензианты могут обратиться в Госстрой с соответствующим пакетом документов в установленном порядке для получения лицензий в соответствии новому положению. В случае отсутствия обращения в Госстрой в этот период лицензии будут аннулированы. Проблемы жителей Джумгальского района Нарынской области решены на месте. С местным населением отдаленного региона встретился первый заместитель председателя Кабинета министров Аделбек Касымалиев. Отметим, что в последние годы в Джумгальском районе, где проживает более 50 тысяч человек, происходят изменения по улучшению качества жизни населения. О том, какие вопросы обсуждены на встрече, сюжет нашего корреспондента. На встрече одна из жителей села Байзак Джумгальского района попросила выделить землю под строительство дома. Как оказалось, Джида Гулькинджеша в одном воспитывает троих осиротевших внуков. Представители исполнительной власти обязались выполнить её просьбу в короткие сроки. «Моя дочь с зятем погибли несколько лет назад в ДТП. Сейчас осиротевших внуков воспитываю сама. Нам нужен был участок земли, чтобы возвести дом. Спасибо, меня услышали, пообещали, что мою проблему решат». На встрече с жителями Джумгальского района было рассмотрено около 60 проблем социального значения. Представители исполнительной власти во главе с первым заместителем председателя Кабинета министров Адлбеком Космалиевым ответили на все заданные вопросы. Также было отмечено, что по сравнению с предыдущими годами со стороны государства уделяется особое внимание строительству объектов социального значения. «Слава Богу, жизненные условия жителей Джумгальского района улучшились. Смотрите, какие образовательные учреждения возводят. Кроме этого, у нас у местных жителей сколько скота. Иногда проехать не можешь, это же ведь показатель достатка». Также на встрече местные жители отметили, что в регионе есть объекты долгостроя, также наблюдается нехватка медиков. «Некоторые вопросы надо уточнить, но в целом Элук-Мету не информируют жителей о работах, которые они выполняют. К примеру, если граждане обращаются, надо объяснить, примерно когда будет решена его проблема. Если это вопрос, который требует долгосрочной реализации, то надо внести в план». Большую часть проблем, озвученных местными жителями, решили на месте. Также некоторые вопросы будут уточнены. Вместе с этим Элук-Мету дали предупреждение. Как оказалось, они в недостаточной степени уведомляют жителей о проводимых работах. С 1 августа вступил в силу приказ Министерства юстиции о прекращении более 700 адвокатских лицензий. Об этом сообщил министр юстиции Аяз Баетов. По его словам, ведомство уже полгода проводит работы по перезагрузке адвокатских реформ. Согласно требованиям, статус адвоката означает наличие лицензий и членства в адвокатуре. На данный момент 100 адвокатов вступили в адвокатуру и подтвердили свой статус. Также министр отметил, что те адвокаты, которые не хотят вступать в адвокатуру, их лицензии прекращаются по требованию законодательства. Статус адвоката означает наличие лицензий плюс членство в адвокатуре. Потому что именно членство в адвокатуре ты входишь в самоуправляемую организацию, которая в то же время следит за твоей, к примеру, этикой. У нас, к сожалению, в правовое поле многие адвокаты через 10 лет отказывались войти. Вот сейчас мы им предложили урегулировать этот вопрос. И мы рады, что сотни адвокатов вступили в адвокатуру и подтвердили свой статус адвоката. Митинг-реквием, посвященный памяти героя Советского Союза Чулпумбая Тулибердиева, прошел в Бишкеке. Градоначальник, военнослужащие и граждане возложили цветы к памятнику. Напомним, 82 года назад, 6 августа 1942 года, Чулпумбай Тулибердиев закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта. На сегодняшний день в честь героя Советского Союза Чулпумбая Тулибердиева в стране названы улицы, образовательные учреждения и парк общей площадью 10 километров. Также мэр Бишкека Абек Джуншалиев отметил, что в ближайшее время планируется возвести музей имени Тулибердиева. Мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти великому подвигу героя Советского Союза Чулпумбая Тулибердиева. 6 августа 1942 года Чулпумбай Тулибердиев совершил исторический поступок в Великой Отечественной войне, о котором мы вспоминаем с гордостью и по сей день. Память о таком подвиге не только сохраняет историческую правду, но и служит источником вдохновения для будущих поколений. Подвиги таких героев, как Чулпумбай Тулибердиев, являются образцом мужества, стойкости и самопожертвования. И здесь мы все кризисанцы приходим, отдаем дань, уважение нашему первому герою Советского Союза Чулпумбаю Тулибердиеву. Ну как же, если без героев. Герои рождают историю. И поэтому мы всегда, да и сегодня все люди приходят, поклоняются этому герою нашему кыргызскому. В республике стартует национальный конкурс комузистов Калымдардын-Юнюю, приуроченный к 100-летию Кыргызской автономной области и посвященный 80-летию народной артистки СССР и Кыргызстана Самары Токтаконовой. Призовой фонд составит 1 миллион сомов. Победитель Гран-при получит 200 тысяч сомов. Занявший первое место 150 тысяч сомов. Второе место 100 тысяч. Третье – 50 тысяч сомов. Возрастных ограничений для участия нет. Сама же народная артистка Самара Токтакунова по всей республике будет проводить мастер-классы игры на хомусе. Данный конкурс, посвященный 80-летию Самары Токтаконовой, будет проходить в несколько туров, в два-три тура. Первый он будет в регионах проходить. В регионах будут отобраны самые лучшие комузисты, народные таланты из глубин. Вторым туром будет у нас финальный тур, где комиссия будет отбирать самых лучших из лучших согласно утвержденному положению. И третьим туром – это будет гала-концерт. Это будет 6-7, это будет финальный тур. 7 сентября будет награждение победителей и гала-концерт. Аллато 24 как всегда следит за развитием событий, а эти и другие новости доступны на наших официальных страничках в соцсетях YouTube, Facebook, Instagram и Telegram. Я желаю вам получить только хорошие новости. До свидания.